Мы много рассказываем на портале «Бизнес-заработок» про миллиардера Олега Тинькова и его проекты, такие как «Ладача», «Тиньков Мобайл», «Банк Тиньков», «Страхование и инвестиции». За каждым успешным мужчиной часто стоит женщина. Олег Тиньков не исключение, в этой статье мы подробно расскажем про его жену, Рину Васман. Немногие знают, что известный бизнесмен 30 лет состоит в отношениях с женщиной, которая стала свидетелем его взлетов и падений и до списка журнала Forbes. С Риной Тиньков познакомился еще во время учебы в институте. Между молодыми людьми вспыхнули яркие чувства, и они стали жить вместе, но Олег жениться не спешил. Причем не спешил он делать ей предложение руки и сердца 20 лет. Вот что известно про Рину. Рину. Родилась в 1969 году. Родной город Кохтло-Ярве, где, окончив школу, девушка оставаться не захотела. Выбрав Санкт-Петербург, она поступила в горный институт. Там они познакомились с супругом. Рина Васман родилась в семье обычного эстонского шахтера. Ее отец обожал дочь и был готов работать в шахте по две смены, чтобы его Риночка ни в чем не нуждалась. Знакомство с Олегом произошло весной 1989 года. Девушка в компании подруг отправилась на танцы, где и увидела Тинькова молодого и перспективного студента. Рину интеллигентную эстонку он сразу привлек. Именно Васман стала инициатором переезда к Олегу. Рина никогда не была меркантильной. Умела обходиться малым. Эти качества Олег очень ценит. Это вдохновляет на дальнейшие успехи в бизнесе. Первым бизнесом Тинькова стала, торговля фруктами и овощами, молодая жена, помогала ему работая в ларьке. Олег, пользуясь связями из родного шахтерского города, начал перекупать электронику японского производства, продавая ее в России в несколько раз дороже. Это начало приносить первые приличные деньги. После этого будущий олигарх Тиньков начал перевозить из-за границы телевизоры «Радуга», которые на вокзале перепродавали за приличные на то время 200 долларов. Заработав первые деньги, любимые решили зарабатывать на фарцовке. В этом очень помогли связи Рины, ее бабушка жила в Польше. После этого был налажен бизнес по продаже польских товаров в Германии. Тиньков торговал польскими сигаретами, а жена юбками и рубашками. На первые деньги Олег купил новую «девятку» – первое семейное авто. Озвучено Яндекс Спичкит. После этого семья Тиньковых занималась перегоном авто с Сингапура. В Питере машины продавали в несколько раз дороже, что дало возможность обзавестись приличным стартовым капиталом. Рина всегда умела сгладить острый угол и мудро относилась к публичной жизни своего мужа. У нее нет никакого бизнеса. Она занимается исключительно детьми и домом. Через много лет Тиньков стал долларовым миллиардером, а жена подарила ему троих детей. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. И только 10 лет назад, в 2019 году, они сыграли пышную свадьбу. Тиньков решил отправиться в Америку для получения бизнес-образования и опыта. Рина осталась на родине, так как не смогла оформить визу. Скоро Рина родила первую дочь – Дашу. После возвращения в Россию Олег активно развивает бизнес. Купил магазины Sony. Основал Петросип. Открыл сеть техники Техношок. Тиньков покупает новую квартиру, и они туда переезжают с дочкой. Далее бизнес Тинькова с помощью жены Васман идет в гору. Открытие фабрики по производству пельменей и замороженных полуфабрикатов Дарья. Открытие сети пивных ресторанов Тиньков. Открытие собственного банка – Тиньков кредитные системы. Бизнес по пельменям пара назвала Дарья – в честь любимой дочери. Рина всегда умела сгладить острый угол, и мудро относилась к публичной жизни своего мужа. У нее нет никакого бизнеса. Она занимается исключительно детьми и домом. Через много лет Тиньков стал долларовым миллиардером, а жена подарила ему троих детей. И только 10 лет назад, в 2019 году, они сыграли пышную свадьбу. Долгожданная свадьба состоялась на Байкале. Приглашены были только самые близкие люди. Миллионер гордится браком, отмечая, что за совместную жизнь с Васман он ни разу ей не изменил. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Такой женщине, как Рина, можно только позавидовать, потому что, ей удается быть идеальной женой, матерью, бизнес-партнером и вдохновительницей, которую нельзя назвать корыстной или меркантильной. Сам Тиньков не позволяет ни себе, ни семье, ничего лишнего детям дает деньги только на курсы и образование. Ринё же, как выяснилось из интервью Собчак, он дарит подарки редко. На 17-ю годовщину совместной жизни подарил ей люксовый автомобиль «Ламборджини», годом ранее кольцо за 15 тысяч рублей. Фото из сети интернет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.